Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Собственно, как и всегда, с утра мы в прямом эфире для того, чтобы с вами вместе проанализировать тот новостной фонд, который сложился, и посмотреть, как на него отреагировали традиционные финансовые инструменты, составляющие основу любой спекулятивной торговли и деятельности. Подводя, скажем, блиц итоги основных движений, таких же ключевых валютных пар, которые мы традиционно разбираем, стоит отметить, что денечек оказался не очень-то результативный, потому что мы, собственно, так и остались практически на тех же самых уровнях, где наблюдали цены во время нашего вчерашнего брифинга, то есть практически на азиатской сессии, уже переходит с азиатских торгов на европейские среды. То есть евро-доллар, если день назад у нас котировался рядом с поддержкой 1,24, сейчас наблюдаем чуть, совсем чуть ниже. Британская валюта 1,3975, тоже особо мы не отошли от планки, но если уж быть точным, небольшое снижение на 7 пунктов, хотя, друзья, я думаю, что ситуация за несколько последних минут, возможно, уже и изменилась. Вот самое интересное движение, если мы, можно так сказать, пришлись на пару доллар-японская иен и на американский фондовый рынок. Собственно, распродажи мы видели как доллара, так и американской фонды. И только этого, в принципе, сейчас должно быть достаточно нам, чтобы мы, даже не зацикливаясь на тех событиях, которые случились, сразу же сделали вывод, на рынке правит только одна тенденция, это всяческое уклонение от риска, потому что есть причины, которые заставляют трейдеров переживать за всплески волатильности, переживать за определенные тенденции, за неспокойность новостного фона. И на фоне наличия подобных рисков, на фоне явного нежелания трейдеров рисковать, мы всегда видим повышенный спрос на защитные активы. И я думаю, что все вы, друзья, без исключения, если бы я задал такой вопрос, могли бы назвать основных представителей этой защитной когорты. Это, если далеко не отходить от рынка Форекс, классика у нас, жанр японской валюты и украины. Вот сейчас мы видим действительно то, что спрос на эти инструменты остается довольно-таки высоким. Мы сейчас, безусловно, коснемся тех факторов, которые и не позволяют сейчас активно покупать американскую валюту, не позволяют сыпаться конкурентам доллара из рисковых, собственно, активов. Но хочу сразу отметить, друзья, то, что этот новостной фон, он весьма актуален сейчас, но это не тот фон, который создает какие-то долгосрочные тенденции. Картина может улучшиться. Поэтому мы должны быть в этом плане оптимистами, мы должны быть верны нашим с вами прежним идеям, которые предполагают то же самое укрепление курса американской валюты. И я надеюсь, что вам уже хватило тех аргументов, которые мы довольно тщательно разбирали, мониторивая вообще всю макроэкономическую картину, анализируя статистику, протоколы, даже выступления Джерома Паула, понимая позицию американского регулятора относительно нормализации денежно-кредитной политики, видя состояние американской экономики. Это, конечно же, очень серьезная базис, которая, с одной стороны, вот эта статистика повышает уверенность в экономическом росте, а с другой стороны, позволяет нам, как и раньше, спекулировать на многократных рамках и действиях ФРС по росту процентных ставок. Да, кто-то скажет, сейчас обращаю внимание и анализирую последние отчеты по инфляции, по уроничным продажам, то есть отчеты вторника и среды, что сейчас вероятность уже не так высока. Я поспорил бы с этим, потому что, на мой взгляд, с вероятностью в целом ничего не произошло, потому что у нас были данные по инфляции, в меньшином просадка, тем не менее, все равно позитивный тренд сохраняется. Да, кто-то отметит, что инфляция в меньшином выражении снижается несколько месяцев подряд, но с другой стороны, посмотрите на годовую оценку, посмотрите в целом на траекторию инфляционных ожиданий, посмотрите на индекс n-производителей, который является одной из основных компонентов, собственно, инфляции. Эта статистика была опубликована вчера. Разве это не опережающий индикатор того, что мы снова можем ставить на будущий рост инфляции? Ну и, разумеется, спекулируют как минимум на трех потенциальных повышения процентных ставок, как и раньше. Все эти позитивные моменты для доллара я уже неоднократно подчеркиваю. В то же время я сделал акцент на то, что мы не сможем вырасти вместе с долларом против иена тогда, когда рынок сам не готов отойти от геополитических рисков и тех факторов, которые не позволяют выйти сейчас из японской валюты, из франка, из облигаций, и, собственно, с рынка драгоценных металлов. Но новостной фонд, надеемся, улучшится. Теперь давайте вкратце пробежимся по основным валютным парам. Сначала начнем, конечно же, с нефтянки. Вчерашний день, может быть, его и можно охарактеризовать как волатильный, но я сужу, опять же, по результатам, конкретно ценам открытия и закрытия, сопоставления тех уровней. Не очень далеко мы ушли, если не сказать, что практически так и остались на тех же самых значимых. Хотя, учитывая содержание экономического календаря для рынка нефти, учитывая отчет администрации экономической информации и прогноз, точнее, доклад, отчет по уровню того, что со стороны ОПЕК, мы могли бы рассчитывать на более интересное движение, ну или, по крайней мере, на то, что рынок все-таки определится с направлением и покажет либо серьезный рост, либо серьезный слабый. Разумеется, мы изначально делали ставку на очень хороший потенциал вероятностной коррекционной динамики. Так вот, 64,83 – это закрытие прошлого дня, 64,92 – по-прежнему мы держимся ниже 65. Я уже много раз говорил про то, насколько важной является для всего рынка нефти американская статистика. И, собственно, вчера у нас была возможность с вами прогнозировать официальные данные от Министерства энергетики США, скажем так, по запасам нефти, нефтепродуктов, бензина, дистиллятов и по уровню нефти добычи за неделю. И эти отчеты, они воспринимались рынком как триггер для движений, но если оценивать всю картину, эти отчеты оказались такими взаимными компенсаторами. Вот смотрите, к примеру, анализируя данные по запасам, у нас по запасам бензина был существенный рост по цифрам на 5 миллионов. По идее, если бы не было каких-либо нейтрализаторов новостных, на этой статистике на росте запасов, мы могли очень неплохо просесть. Но параллельно с этими данными вышел показатель по запасам бензина. И запасы просели бензина на цифру превосходящую даже рост запасов нефти. То есть снижение запасов бензина составило 6,3 миллиона. Поэтому рынок приготовился к снижению, но потом тут же вострял, вернувшись к тем уровням, на которых мы, собственно, и котировались. Надежда еще была то, что как только рынок получит цифру по объему в недельном формате, по росту недельного производства, подтверждение факта того, что увеличение добычи снова состоялось и тенденция сохраняется, этого будет достаточно, чтобы медведи снова навалились на этот инструмент и продавились на котировке еще ниже. Статистика в целом, друзья, нас не подвела, потому что мы видели рост на 20 тысяч баррель за неделю. Это как раз наш с вами такой субъективный прогноз. И фактически обновление исторического максимума, рекордного показателя по производству нефти, который сейчас находится уже на планке почти 10,39 миллиона. Вот еще один предлог, который мы могли использовать для того, чтобы прокатиться вниз по котировкам нефти. Но тут же, как бы, на рынке появился еще один компенсатор. Это уже доклад стран ОПЕК. В целом, это, лучше сказать, отсчет ближневосточного картеля по объему добычи за прошлый месяц. Так вот, производство нефти снизилось на 77 тысяч до 32,19. И, судя по всему, на рынок эта статистика оказала больше влияние. Поэтому, несмотря на все попытки ослабить котировки нефти, был новостной фон, который прекрасно использовали и быки. Но этот новостной фон не стал переломным, поэтому мы и наблюдаем сейчас котировки ровно на тех же самых значениях, что и день назад. Хочется отметить, друзья, то, что, глядя на такую динамику, очевидно, что мы сейчас наблюдаем самое настоящее перетягивание каната между ОПЕК и Соединенными Штатами Америки. Статистика с обоих регионов и инициатива потенциального ближневосточного картеля выйти из соглашения, либо, напротив, соблюдать дальше взятые на себя обязательства, с другой стороны, у нас штаты, которые не меняют прогнозов, а лишь продолжают выкидывать на рынок все больше и больше нефти, соответственно, добывая также в более высоких объемах это сырье. Периодически каждый из этих регионов оказывает свое важное определяющее влияние на нефть. Ну, я надеюсь, то, что вы не забываете, что мы работаем с уже устоявшимися тенденциями, которые подтверждаются прогнозами и администрации электрической информации, и Международным энергетическим агентствам, то, что в Штатах производство будет увеличиваться. До конца этого года рост составит еще примерно 500-600 тысяч варлей в сутки, то есть реальным будет достигнут 11, планка в 11 миллионов. И этот рост до конца этого года, он серьезно превосходит то снижение, которое запланировано участниками энергетического факта. Поэтому здесь элементарный баланс явно смещается в сторону очевидного, актуального риска перепроизводства, которого мы и должны отыгрывать, будучи долгосрочно ориентированными трейдерами. Поэтому вчерашний отчет миновал, все это уже история. Готовимся к следующей статистике, впереди еще в Бейкер-Хьюз. Мы завтра поговорим и об этом отчете. Но в целом я надеюсь, что мне удалось хотя бы дать вам пищу для размышления о том, что все-таки больший приоритет сейчас удерживается за короткими позиций. Рубль 57.12. Постепенно мы ползем в район 58. Я думаю, что в ближайшее время эта планка будет протестирована. Дальше будем уже ориентироваться на 60. Как и раньше, течень для роста курса российского валютного инструмента нет. Доллар, японская и иена. Вот здесь нужно поговорить, что же все-таки сейчас сдерживает покупателей, которые не могут навалиться активно на покупки доллара, не могут лихо провалить рискового инструмента, а по-прежнему сидят, затаившись в защите в ене и так далее. Мы работаем с все теми же самыми рисками. Это риски политического характера, которые связаны с кадровой чисткой или перестановкой, как угодно, можно сказать, администрацией Трампа. Собственно, отставка Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря. Назначение на этот пост более лояльного Майкла Помпео. Выводы мы тоже с вами уже вчера делали. Конечно же, действительно, Трамп сплачивает вокруг себя тот коллектив людей, которые ему, возможно, действительно более лояльны. Но, с другой стороны, это люди, которые не способны возразить. Это люди, которые не будут противиться некоторым решениям и не будут озвучивать ему контрпозицию того, что вот это вот решение может спровоцировать такие-то, такие-то негативные последствия. Все, кто говорил ему против и все, кто не соглашался, давая аргументированный ответ, почему нужно занимать другую позицию по тем или иным вопросам, уже находятся, скажем, за абортом. И растут риски в связи с политической неопределенностью, потому что сейчас политика Трампа может стать более протекциониста и Трампа может начать реализовывать те реформы, которые раньше оставались в безопасности. Сейчас, действительно, никто уже не скажет против. И вот в подтверждение этих слов мы касались темы протекционистских барьеров на рынке. Появились слухи день назад. Я думаю, что эти слухи уже можно воспринимать как должны, потому что сомневаться в этом не стоит. Скорее всего, уже на следующей неделе, друзья, мы получим новый пакет вот этих импортных тарифов, барьеров в отношении прочих других экономик, и это протекционистские меры. Я думаю, что речь пойдет о Китае, тем более, что буквально несколько дней назад Трамп говорил о необходимости сокращения дефицита торгового баланса между США и Китаем на сумму в 100 миллиардов долларов. Возможно, вот эти самые торговые барьеры, они как раз будут направлены на создание преимуществ, когда дефицит торгового баланса будет сокращен на вот эту сопоставимую цель. Китай тоже готовит уже ответные меры. Это еще один сигнал и признак того, что мы наблюдаем за тем, как развертываются полноценные торговые войны. И, конечно же, пока рынок не успокоится, либо не осознает все риски данной нездоровой тенденции, мы не сможем говорить о том бодром росте доллара, который бы нам хотелось видеть. Потому что на фоне этих рисков американские облигации также уже отошли далеко от тех максимумов, которые мы видели. Это уже не 3%, это уже минимальные значения с января на в районе 2,8%, и доллар с этим теряет. По статистике, да, она имеет очень большое значение, но я думаю, что в текущей динамике не нужно искать ответы в стат данных. Лучше все-таки анализировать геополитические иски, о которых мы с вами поговорили. А по статистике, вчера у нас роничные продажи, которые просили 0,1% против прогноза роста на 0,3%, но этот отсчет был компенсирован. Позвольте мне отметить, это хорошими данными по индексу цен производителей, потому что там рост годового выражения с 2,7% до 2,8%, и, собственно, в месячном выражении тоже на целых десятых процентов в соответствии с ожиданиями. Напоминаю то, что индекс цен производителей – это хороший сигнал и опор, основа для будущего роста инфляции. Но нельзя говорить, конечно же, что это тот отчет, который позволяет готовиться к какому-то скачку индекса потребительских цен. Ну, по крайней мере, это явно не та статистика, за которую мы сейчас должны особо переживать, за динамику индекса потребительских цен. Поэтому по доллару японской иене, друзья, нам приходится держать в ожидательную позицию, ждать, пока рынок вернется к возможности рисковать, рынок перестанет обращать больше внимания на геополитические факторы, обсуждать. Ну, может быть, это произойдет на следующей неделе, хотя я уже отметил, на следующей неделе у нас серьезно событие диска – это новые импортные тарифы. Поэтому доллар и японская иена, как это ни прискорбно, но с учетом реализации вот этого негативного сценария может оказаться под еще большим прессом. Будем ждать, когда настроение улучшится. Евро против доллара. Вчера мы ориентирулись на выступление чиновников Европейского Центрального Банка. Риторика, как нами прогнозировалось, была подтверждена. Драги еще раз отметил, что программа количественного смягчения будет оставаться актуальной действовать до тех пор, пока инфляция остается сдержанной. И, собственно, Драги сделал комментарий о том, что у них есть сценарий выхода из программы количественного смягчения и последующего повышения процентной ставки. Но этот сценарий базируется на реализации выполнения только одного условия – это появление устойчивых инфляционных ожиданий роста этого индикатора и вообще траектория увеличения индекса потребительских цен. Сейчас этого нет. Поэтому, если вы продолжаете спекулировать на идее того, что Европейский Центральный Банк через пару месяцев свернет программу количественного смягчения, откажитесь от этой затеи, потому что этого не будет, я уверен, даже до конца этого года. Поэтому евро у нас будет испытывать, как и раньше, давление. И чем быстрее оправится доллар, тем это давление будет более выражено. Котировки 1.2376 ждем, как и раньше, пару на отметке 1.20. Фунт против доллара чуть-чуть ему не достает до сопротивления 1.4. Я хочу сориентировать вас на событие, которое довольно-таки скоро должно произойти на рынке с учетом хронологии дней, 22 марта. Может быть, кто-то не знает, но на эту дату запланирован саммит Европейского Союза. И, собственно, Тереза Мэй, которая является премьер-министром Англии, буквально вчера сделала комментарий о том, что рассчитывает на обеспечение соглашения. Я, на самом деле, немного не понял. Либо еще до 22 марта соглашение по переходу в Бресту, либо уже во время саммита. И если этот вопрос будет поднят, и, возможно, совместными усилиями найден какой-то компромисс. Но, как бы то ни было, здесь либо ранний позитив, который мы отыграем еще до 22 марта, либо уже по факту самого события. Но настой по кунту остается бодрым. Я считаю, что мы, как и раньше, имеем полное право покупать эту валютную пару в расчете на продвижение и прогресса вопросов Брекзита. И в расчете еще на то, что Банк Англии, несмотря на те отчеты, которые были опубликованы в последнее время, все равно еще работает с инициативой, которая уже неоднократно озвучилась, им повысить процентные ставки. Американский фондовый рынок снижается в соответствии с теми рисками. Это кадровые перестановки в Белом доме, это возможное введение импортных тарифов. Ну, это и все еще актуальная тема с повышением процентных ставок. Хотя, скорее всего, американский фондовый рынок сейчас больше негативит из-за первых двух факторов. Но пока они сохраняют свою актуальность, давайте, как и раньше, продавать тот же самый S&P. Сейчас котировки по нему находятся на отметке 2756 пунктов. На 50 пунктов мы уже отошли от локального сопротивления 2800. И я, честно говоря, друзья, по-прежнему испытываю надежду и не сомневаюсь в том, что американский фондовый рынок сможет добраться даже до 2500 пунктов, даже в рамках той коррекции, которая, на мой взгляд, еще не завершена и точно не сняла образовавшуюся до этого перекупленность. Новозеландец торгуется сейчас на отметке 0.7328, чуть ниже, чем мы наблюдали пару дней назад. Я не просто так сделал акцент на этот инструмент. Я надеюсь, что вы все помните, какой риторикой мы руководствуемся, продавая австралийцы-новозеландцы, какие ориентиры у нас там. Это снижение на порядка 200-300 пунктов. Но вот по новозеландцу хочу в подтверждение этой тенденции озвучить еще и последние цифры по экономическому росту, которые не дотянули до прогнозов. 0.6 в портальном выражении с 0.7 и годовом 2.9 с 3.1. Это, конечно же, не то, на что рассчитывали эксперты и аналитики, но это то, о чем говорили мы и то, что подразумевалось нами, когда мы перечисляли все проблемы, с которыми столкнулась экономика Новой Зеландии, на основании которой Резервный банк Новой Зеландии, так же, как и Резервный банк Австралии, по-прежнему не осмеливается того, чтобы выйти из политики индийских процентных ставок. Я думаю, что темпы экономического роста в Новой Зеландии еще одно подтверждение, почему мы должны делать ставку на короткие позиции по критивным инструментам. Из важных событий сегодня в 11.30, то есть через час 40 решений Национального банка Швейцарии по процентной ставке, будет более интересно послушать комментарии. Ставку не изменят, это минус 0.75 процента. Это, между прочим, один из самых, точнее, самый низкий показатель по мягкости политики среди всех развитых экономик. Я предлагаю в этой связи обратить внимание на пару евросвиси, которую мы покупаем уже, в принципе, давно. Сейчас котировки 1.1691, но я предположу, что после сегодняшнего заседания у пары появится очень хороший импульс роста. И на фоне вербальных заявлений того, что Национальный банк Швейцарии и дальше готов тоже проводить протекционистские меры, защищая национальных производителей посредством ослабления курса национальной валюты, это может отодвинуть пару евросвиси в район 1.18. Если вас интересует пара, которая не очень динамично ходит, но и в то же время не сопряжена с большими рисками, то есть идеально для долгосрочных инвестиций, я рекомендую покупать евросвиси и ставить даже не на уровень 1.18, а ждать пару в районе 1.20. И еще один отчет, это 15.30 заявки на пособие по безработице. Здесь я уверен, что статистика снова не ущерует, но вопрос в том, отреагирует ли на нее доллар. Я думаю, что отреагирует только в том случае, если удастся нейтрализовать тот пессимизм и негатив, который связан с рисками развязывания торговой войны. Ну, об этом мы с вами уже, собственно, поговорили. На этом все. Большое спасибо тем, кто присоединился в прямом эфире, к брифингу, те, кто не успел. Напоминаю, что запись сразу же доступна на нашем канале на YouTube. Вы можете посмотреть, опять же, после того, как завершается прямой эфир. Надеюсь, что все вопросы, которые интересовались, остались разобранными. Если что-то еще требует какого-то дополнительного объяснения, дайте мне об этом знать. У вас есть возможности оставлять комментарии на нашем канале на YouTube. Разумеется, эти комментарии я просматриваю и стараюсь делиться с вами информацией, потребностей которой есть. На этом все. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...